Для проведения торжественного собрания, посвященного Дню физкультурника, выбран один из новых спортивных дворцов Самары. Молодежный открыли всего год назад, но он уже стал, пожалуй, самым популярным местом в железнодорожном районе. В былые годы страна выигрывала Олимпиады, и Куйбышев был кузницей чемпионов. Настало время все это возрождать. Мы должны не только к тому вернуться, а уже в новых условиях, в новых залах, в новых центрах сделать школы, которые начинали бы работать с ребенком с 5-6 лет, а может быть даже с 3 лет, и готовить его потом, для того, чтобы он мог выиграть и конкурировать и на Олимпийских играх. И эта система должна быть очень хорошо продумана. Должны быть стимулы соответствующие. Из всех спортивных достижений Самарской области одним из главных остается сильный тренерский состав. Наставник из Чапаевска Владимир Спирин. Это его воспитанница Николь Радамакина, завоевала золото Паралимпийских игр в Лондоне. Сегодня ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области». Он абсолютно уверен, что российская сборная поедет и на эти игры в Рио-де-Жанейро. А Чапаевск будут представлять уже две спортсменки. Николь улетела в Москву вчера. Я завтра тоже туда, значит, к ней улетаю на подготовку к играм. Потому что так нам сказали, что подготовку продолжаем, что должны, должны мы. Также и должна поехать на Паралимпийские игры Доронина Вероника. Если все сложится хорошо, то от нашего города будет два Паралимпийских. Всего же от Самарской области семь человек могут войти в состав национальной Паралимпийской сборной. С поздравлениями к одню физкультурника в адрес спортсменов выступила и олимпийская чемпионка 96-го года Ольга Кузнецова. Уважаемый Николай Иванович, от лица всех олимпийцев и от лица всех спортсменов Самарской губернии я хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете спорту. И вот мы, спортсмены Самарской губернии, считаем вас нашим капитаном и хотим вот такую подарить олимпийскую футболку. Олимпийской, по мнению спортсменов, должна быть и сама национальная идея России. Быстрее, выше, сильней. Олег Зверев, Константин Головин. События.